Нет, вы говорите, принесите справку о том, что вам можно рожать. Я тебя очень люблю. Ты мой хороший. Не мешаешь. Не мешаешь, да, умница. Сейчас есть много исследований, которые показывают, что лечение, которое начинается сначала с химии, а потом продолжается операцией, более эффективно, нежели чем сначала, если делают операцию, а потом химию. У меня такой характер, что вижу цель, а не вижу препятствий. Какие планы на жизнь? Традиционный наш вопрос. Слушай, планы... Это уже понятно, что основной план. Маникюр сделать, не поверишь. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, Ольга Ушакова, и наша программа «Планы на жизнь». Сегодня у нас в нашей студии очень весело, потому что приехала в гости Юля Тронина. И с ней у нее прекрасная девочка Василиса. Здравствуй, Юля. Привет, Олечка. Василий, скажешь привет? Привет. Отлично. Ну, расскажи, что хорошо сейчас происходит в твоей жизни? Мы и так вообще-то уже видели. Самое хорошее, что у меня происходит, это, конечно, то, что у меня растет дочка, которая появилась после лечения от рака молочной железы. Сейчас уже прошло больше 10 лет после окончания лечения у меня дочки, 3 года. И самое любопытное, когда я еще была беременна, а, нет, не когда я была, а когда я была в декрете первый год, я обнаружила, что через, ровно через 6 лет после окончания лечения у меня родилась дочка. То есть я нашла по своем живом журнале запись о том, что у меня последний сеанс лучевой терапии, он был 16 июня 2010 года. И 16 июня 2016 года у меня родилась Василиса. Спустя 6 лет. Ровно 6 лет. День в день, да, такое интересное совпадение. Интересное совпадение. Ну, ты сейчас работаешь, конечно же. Да, работаю. Занимаюсь организацией мероприятий, пиаром. Работу свою очень люблю. Это авиакомпания какая-то крупная? Или аэропорт? Аэропорт. Вот. И у меня как раз, когда я болела, было время подумать, нравится ли мне, в принципе, то, чем я занимаюсь. Так. И я поняла, что я просто обожаю свою работу, и я тебя очень люблю. Ты мой хороший. Не мешаешь. Не мешаешь, да, умница. И я поняла, что я обожаю свою работу, обожаю заниматься организацией мероприятий. Мне нравится писать тексты, мне нравится общаться с людьми. И, наверное, у меня не было, так сказать, многие после лечения от рака меняют кардинально как-то свою жизнь. Уходят с работы, там, ударяются в творчество или наоборот, в бизнес. Понимают, что там писать картины – это не их, или наоборот, понимают, что заниматься бизнесом – это не их. У меня ничего такого не было. Вот. Я чем занималась всю жизнь, тем и продолжила заниматься. То есть ты после лечения, после декрета возвращалась все время на ту работу, которую ты занималась? Да, да. Просто я поняла, что я действительно ее очень-очень люблю, и меня прям, как говорят, попрет от нее. А как ты узнала с вами диагноз? Ну, вообще, я тебя очень люблю. Столько поцелуев я не получала еще ни разу в жизни. Мне надо чаще к себе приходить. Кстати, пока камеры не были включены, и пока у нас не было съемок, Василиса занималась какими-то своими бытовыми делами. А здесь она поняла, что мама звезда, и надо поближе быть к звезду. Ты моя хорошая. Ты же говорила, что я тебя люблю. Василиса, теперь тебе вопрос. Да? Садись поудобнее. Так, слушаем внимательно сейчас, хорошо? Значит, сейчас вопрос маме, потом тебе. Ты только очень внимательно слушай. Как ты узнала о своем диагнозе? Слушай, я утром просто лифчик надевала и почувствовала какую-то горошину у себя в груди. Я побежала близлежащую поликлинику. Я была в гостях у своего молодого человека. Побежала близлежащую поликлинику. Говорю, давайте мне делайте УЗИ. На УЗИ посмотрели, сказали фиброаденома. Ну, я уже как бы в поисковых всех системах, значит, что к чему, что такое, что бывает там, какие заболевания, у кого ничего никогда не было. Поэтому образование пришлось получить в очереди к врачу. Я настояла на пункции сама, потому что мне просто было подозрительно, горошина была очень твердая по ощущениям. И по ощущениям, по описанию, как раз и говорят, что твердая какая-то горошина, это, скорее всего, злокачественное образование. Что если обычная фиброаденома, то вряд ли она будет настолько твердая. Она была твердая, ощущение, ну, как грецкий орех, как будто мне внутрь засунули. Вот. Она стояла на пункции и стала ждать результатов. И потом уже пришли результаты, подтвердилось, что у меня рак молочной железы. Ну, и дальше я на тот момент была в Австралии. Это когда подтверждение? Нет, я приехала на каникулы, отучилась первый триместр в Австралии, приехала на каникулы в Москву. В Москве, соответственно, обнаружила горошину, побежала к врачу, оставила своего молодого человека и подругу следить за результатами моих анализов, потому что мне нужно возвращаться, учиться дальше. И врач сказал, слушайте, ну, в 26 лет, ну, у вас точно нет фиброаденома, все в порядке. В 26 лет? Езжайте совершенно спокойно, трижды негативный рак молочной железы. То есть это мутация была? Нет, никакой мутации у меня не обнаружили. У меня не берсея, первый не берсея, два, мне делали скрининг в инкоцентре. А стадия какая была? 2А на тот момент, когда я уже вернулась из Австралии и пошла в инкоцентр. Как это могло быть в Австралии? Я, ну, я сначала, я работала-работала, значит, опять же в аэропорту работала. У меня был очень быстрый карьерный рост. И я поняла, что, ну, вот у меня здесь все уже, все ходы-выходы известны. Я знаю, как сделать это, я знаю, как сделать это. Мне не хватало профессиональной реализации. Мне это очень важно по жизни, быть профессионально именно реализованной. И думала-думала и решила, что мне надо еще получить каких-то знаний. Желательно получить эти знания где-то за границей, потому что у нас на тот момент ни пиару, ни ивент-индустрии никто не обучал. Ну, и я поехала, меня родители поддержали в этом намерении. Я поехала учиться в Австралию. Но ничего не насторожила, все равно осталась в Австралии, дожидалась... Ну, а что бы поменялось? То есть диагноз мог подтвердиться, а мог не подтвердиться. Пока я ожидаю, ну, что, жить в ожидании диагноза, но это не моя вообще... Какая правильная позиция? Не моя позиция. Как бы нужно еще чем-то заниматься параллельно. Я поехала, училась, сдавала какие-то, как мы говорим, ассайнменты, презентации, и тоже достаточно продуктивно. А потом уже мне позвонил мой молодой человек и сказал, что говорит, давай быстренько возвращайся, подтвердилась вся онкология. И при этом он знал, о чем говорил, потому что у него мама умерла от рака груди. И он знал, что при таких заболеваниях, чем быстрее ты обратишься за помощью к профессиональным врачам, тем лучше прогнозы на благополучный исход. Мне было очень сложно принять, конечно, вообще эту новость. Планы все, которые я построила, они рухнули в один момент. Я оказалась в ситуации полной безысходности, неизвестности. Я не знала, сколько лечиться, вылечат ли меня вообще, почему это со мной случилось. Где ответы на вопросы? Да, кто мне вот это вот все объяснит? А где ответы на вопросы искала? Ну, в интернете, конечно, в интернете. И что? С чем столкнулась? С огромным количеством ужасов? Ты знаешь, я как-то умею фильтровать информацию. Конечно, в интернете много информации о лечении грибами какими-то рейши. Эти соды. Ну, что там только не пишут. Но все же как-то у меня голова всегда была в нужном месте. И я умела фильтровать шелуху от нужных знаний. Юль, а лечение где проходило? Сначала я проходила лечение в онкоцентре на Каширке, а потом заканчивала уже по месту жительства. А по месту жительства, наверное, радиология была? Видно. Нет. Радиология, кстати, у меня была тоже в онкоцентре. А 4 химии после операции у меня было по месту жительства. То есть у меня сначала было 4 химии на Каширке. Перед операцией. Перед операцией. Потом там же мне сделали операцию. У тебя была одномоментная реконструкция? Нет, нет. Мне сделали резекцию секторальную. Да. Ну и лимфоузлы тоже у меня удалили. Там обнаружен был? Нет, нет. В лимфоузлах все чисто, слава богу. То есть, в общем-то, такой хороший прогноз. Хороший, да. И я думаю, что, кстати, вот эта химия до операции, она тихонечко, восемечко надо себя вести. Я думаю, что эта химия, которую сделали до операции, она сыграла очень значимую роль. Во-первых, она дала врачам понять, что при моем типе рака стандартная химия, там, КАФ, она не совсем подходит. То, что у меня патоморфоз опухоли был нулевой. Ну, то есть, на опухоль совершенно не повлияла химия. Ну, никак совершенно. Вот. Возможно, не дала ей распространиться по организму. Вот. А во-вторых, сейчас по... Васюнечка, надо себя аккуратненько вести, к маме не приставать. Ладно? Договорились? Вот. А вот эта сама предоперационная химия, ну, возможно, это даже более... Иди туда кушай, малыш. Иди. Мы провожаем нашу актрису. Да. Давай. Звезду нашу. Так. Сейчас есть много исследований, которые показывают, что лечение, которое начинается сначала с химии, а потом продолжается операцией, более эффективно, нежели чем сначала, если делают операцию, а потом химию. И, честно говоря, 10 лет назад это делали, наверное, единицы. Мне, наверное, как-то невероятно повезло, что у меня случилось именно по вот такой схеме, а не по другой. После секторальной резекции мне назначили токсаны, тоже 4 химии, и их я уже получала по месту жительства. С получением токсанов тоже была очень интересная история. Мне их сначала не дали. Я пришла к онкологу с направлением, с коширки. То есть не то, что дайте мне токсаны, я сама так решила. Но нет. Ну да. Ведущий онкологический центр прописывает. Он говорит, вы знаете, у нас нет токсанов. Идите, пусть вам назначат что-то другое. Я говорю, в смысле что-то другое? А я на тот момент была уже очень подкована. У меня как бы не грипп, да? Да, я была очень подкована в теме лечения рака. Я уже изучила все международные протоколы. Я проверила всех врачей, как меня лечат, по тому ли меня протоколы лечат, по российскому или международному. А какие еще есть международные протоколы. Я уже нашла примеры женщин из ассоциации трижды негативного рака груди. Посмотрела, что у них, как они сейчас живут. Я уже подошла к послеоперационной химии с огромным багажом знаний. И когда мне сказали, что вы едите и пусть вам что-то другое назначат, у меня волосы оставшиеся. Их было немного. Их было чуть-чуть, но и они зашевелились на тот момент. Я сделала запись в своем живом журнале. Я на тот момент начала вести свой живой журнал, в котором делилась. Прямо на этот? Или с самого начала болезни? И перед операцией. Перед операцией, да. Сделала запись в своем живом журнале, что мне отказали в химии по месту жительства. И что же мне делать? И мне опять повезло, потому что мой живой журнал читала девушка, которая лечила своего отца от онкологии именно в Видном, где я и получала химию. Лекарства. Да. И написала, говорит, Юль, вообще не парься. Иди завтра к другому онкологу. Там есть другой онколог. Она тебе все выпишет. Это какой-то сумасшедший там дядечка работает. И действительно так и случилось. Я на следующий день пошла к другому онкологу. Она мне без проблем посмотрела мое направление, без проблем выписала мне направление в местную аптеку. И я прекрасно капалась. Но на тот момент я уже написала в Министерство здравоохранения. Или в департамент здравоохранения, как это называется. Что, ребят, вот такое безобразие у вас происходит. У меня направление из онкоцентра, а мне не дают лекарств. И отдать должное департамент отреагировал достаточно быстро. И написал мне ответ. Взяли под контроль, так сказать, мое лечение. И больше у меня никаких проблем вообще не было. С этим доктором, который вот таким образом себя вел. Я не знаю, чем закончилась его судьба. Мне второй врач-онколог, который уже выписал мне лекарства, сказал. Ну, Юль, зачем вы так сделали? Все равно работать некому. Да никто на такие зарплаты не идет. Так пусть лучше некому работать, чем будет человек целенаправленно отправлять людей в неизвестное плавание. И будет непонятно, выживет человек или нет. Я тоже так ответила. Да, я тоже так ответила. Это ладно. У меня такой характер, что вижу цель, не вижу препятствий. Но не у всех. Не у всех. Не у всех. И кому-то откажут. И ничто не станет отстаивать свои права. Жизнь будет под вопросом у человека. Что это за доктора такие? Да, да, да. Поэтому это случай, это сплошь и рядом. С беременностью у меня тоже пришлось в департамент здравоохранения обращаться. В моей жизни, слава богу, был один случай неприятный, из-за который сейчас вот приходится расплачивать своим здоровьем. За чужую ошибку расплачивать. Ну и ничего страшного. Не хотелось бы, конечно, чтобы такое происходило в нашей жизни. Ну, к сожалению, к сожалению, мне много девчонок, которые ко мне обращаются. Сейчас, ты активна сейчас. Да, да. Я активна с самого начала лечения. И по сегодняшний день одна из первых открыто вообще начала говорить о лечении от онкологии, от лица пациента. Не скрывала никогда там ни имени, ни фамилии, ни где я лечусь, какое лечение я получаю. Не под какими никами, как меня зовут, я так и представляюсь во всех социальных сетях. То есть ты была одной из первых, кто провозгласил, что есть такая проблема, и вот так вот я с ней справляюсь. Десятый год. Действительно, тогда мало кто писал. В девятом. В 2008. В 2008, да. В 2008. Я помню, еще парень там писал, но, к сожалению, у него не получилось справиться с этой болезнью. И тебя я тоже помню, потому что я в ЖЖ тоже очень активно. Ну, тогда же не было инстаграмов, фейсбук еще в нашу страну не так сильно проник, как сейчас. Поэтому активность, которая велась в 2008 году, она была связана с ЖЖ, конечно. А вот что тебя заставило и побудило сделать такой шаг в то время достаточно откровенный? И если сейчас это, может быть, даже считается очень хорошо, что человек говорит, а в то время же ведь все старались скрыть. Что тебя побудило? Слушай, ну, нужно понимать, что все, что мы делаем в нашей жизни, мы делаем прежде всего для себя. Мне нужно было выговориться. Еще на моменте, когда мне сказали, что у меня рак, я поймала себя на мысль, что чем больше я говорю о том, что у меня рак, я вроде как... Чем меньше, мне кажется, это проблема. То есть я ее вроде как делю с людьми. Тут кусочек отдала, здесь кусочек отдала. И мне остался совсем маленький кусочек. И вот с этим маленьким кусочком я точно сама справлюсь. Поэтому прежде всего, конечно, я для себя это делала. Это потом уже мне, когда начали приходить отзывы, что, Юль, спасибо за ваш ЖЖ, за то, что делитесь опытом. Я поняла, что это и другим оказывается полезно. Но прежде всего мне нужно было выговориться, конечно. Ну, смелый поступок в то время. Несмотря на то, что было выговориться самой, да, это все равно в тот момент это очень смелый поступок. Конечно, конечно, и многие там, и родственники очень многие мои, и друзья говорят, Юль, ну что ты там? Знаете, одна родственница мне сказала, когда я выкладывала фотографии после операции, и потом уже после реконструкции. Я говорю, Юля, ты что, выложила? Я говорю, ну да, я очень долго сама шла к реконструкции груди, очень долго выбирала хирурга, и столкнулась с тем, что мало доступной, опять же, информации на эту тему. А реконструкция была до беременности? Да, до беременности, через год после окончания лечения. Ты наелась шоколада? Шоколадная девчонка. Вот у нас снова две актрисы в как... Ой! Какая прелесть. Да, ну она периодически будет уходить, приходить. Убесилися. Да, и пупсик. Мы соскучились, теперь давай сниматься. Стараемся. Да, стараемся. А как беременность наступила? Вообще у тебя не было опасений, что можно, нельзя? Что было там? Слушай, я на момент того, когда забеременела, я, честно говоря, чувствовала себя абсолютно обычной женщиной. Ты забыла про болезнь? Да, ну, то есть, я... Иди там покуси, есть вкусняшка твоя. Я не чувствовала, что у меня вообще есть какие-то проблемы. Ну, вот я обычная женщина, живу обычной жизнью. Ну, была у меня онкология, ну, мало ли у кого что в жизни бывает. То есть, отношение вот такое у меня уже было. Я на тот момент уже вылечилась не только физически, но и ментально. Что более сложно, конечно, сделать после того, как ты заболеваешь. Ну, да. И наступила беременность, я была жутко рада. Я очень любила этого мужчину. И, не знаю, я узнала очень рано, что я беременна, потому что цикл был очень регулярный. И буквально 5 дней задержка, там через 10 дней я делаю анализ и показывает, что все, беременность есть. Ну, я действительно была самым счастливым человеком в этой жизни. Я поняла, что в любом случае, ну, я буду рожать, как бы ни сложились у нас отношения с этим мужчиной, потому что мы не были расписаны. Ты тогда о здоровье не думала, да? Я вообще не представляла, я не делала из этого проблему. Ну, то есть, беременность – это не болезнь. Ну, потом уже, когда я пришла становиться на учет женскую консультацию, и меня спросили о перенесенных болезнях, вот тогда я поняла, что что-то это не то. Да, что-то не все спокойно в нашем государстве. Не все спокойно, да. И мне сказали, говорит, вы принесите, а вам можно вообще рожать? Я говорю, в смысле, я уже беременна, я уже буду рожать. А какой срок был? Да 8 недель. 8 недель. Вот. Нет, вы, говорит, принесите справку о том, что вам можно рожать. Я говорю, таких справок не дают даже здоровым. И начали меня гонять из поликлиники в поликлинику, а вы идите в онкоцентр, получите справку. Я пришла в онкоцентр. Там на меня смотрели круглыми глазами, говорит, какая-то такая справка. Я говорю, я не знаю, вот у меня просят. Отправили меня к гинекологу-онкологу. Не к мамологу-онкологу, а именно к гинекологу-онкологу. Она снова посмотрела меня на кресле, ага, да, действительно беременная. Зачем это делали? Непонятно. Я пришла врать, что я беременная. Ну, бред тоже какой-то. Сказала, что у меня очень большие риски. Потому что при трижды негативном раке груди он возвращается очень часто. И вообще я понимаю риски, под которые ставлю свое здоровье. Хороший такой заделанной беременность. Да, да, да. Эмоциональная. А я еще была, у меня был первый триместр. Я была жутко эмоциональная. Я могла заплакать, идя из магазина. Плакала? С сумками, да. Что, о боже, почему я сама несу эти сумки? Ну, то есть, ну, вот по степени эмоциональности я была... А у врачей тогда вот что? И у врачей, конечно, я плакала. Когда мне ассистент врача сказала, вы еще скажите спасибо, что с вами разговаривают сейчас. Пару лет назад вас бы отправили на принудительный аборт. Ну, в смысле, какой аборт у меня ребенок внутри живет, которого я уже люблю. Вы о чем вообще? И гоняли меня очень долго. Очень долго ко всяким онкологам. Какие-то бесконечные УЗИ печени мне делали, УЗИ молочной железы. Когда делали УЗИ молочной железы, врач УЗИ спросила, ой, а вам кормить-то можно будет? Я говорю, это вы, врач, меня спрашиваете. Я вам должна сейчас как пациент ответить. В общем, мне тоже все это надоело. Особенно точкой кипения стало обращение в роддом. К моменту, когда у меня было 30 с чем-то уже недель, такой внушительный уже живот был, пришло время определяться с роддомом. Я пошла в роддом по месту жительства, по направлению, опять же, из моей женской консультации. И мне по месту жительства в роддоме, узнав о том, что у меня был рак груди, сказали, не-не-не, вам нужен специализированный роддом. Я говорю, в смысле, специализированный роддом? Нет специализированных роддомов, которые занимаются женщинами после онкологии. С проблемами с сердцем есть, с проблемами, я не знаю, там, с глазами, да, кто видит плохо, наверное, тоже какие-то есть специализированные роддома. Но вот после моей болезни, ну нет таких, вы куда меня отправляете? Он говорит, ну, если вы к нам приедете, мы вас отправим в какой-то другой роддом. Я говорю, в смысле, если я к вам приеду со схватками, вы меня не примете? Нет, я, значит, представила, мне официально дали бумажку, официальный отказ. Очень важно, кстати, везде собирать бумажки. Всегда. И думаю, да, ну раз. И написала опять департамент здравоохранения. Говорю, я вот болела, в 2008 году был диагноз, в 2009 закончено лечение. Такое-то было лечение. А временность у тебя получается 16-й? 15-й. Такое-то было лечение. Я раз в год регулярно прохожу контрольное обследование. Вот моя стенография, вот мое МРТ головы, вот там рентген легких, вот там, пожалуйста, вам все. Мне надо определяться с роддомом. Вы помогите, потому что мне отказ. И перспектива рожать в скорой помощи, мне как-то совсем не улыбается. Вот. Собрали, отреагировали быстро. Я вот хвалю прям департамент. И тебя сразу. Всем определились, срабрали. Я беру шоколадку. Шоколадку иди еще покушай, малыш. Иди. Вылезешь? Собрали консилиум, Оль. Собрали целый консилиум из 20 врачей в центре на Нахимовском проспекте с главным гинекологом Москвы. А могло это повлиять, то, что вот ты в ЖЖ публиковала, и ты была, в общем-то, известная на всю страну, можно сказать, личностью? Слушай, я не знаю, что бы повлияло, но... Ну, они же, наверное, какое-то время мониторят, наверняка, знали, кто такая Юля Пронина и чем она известна в обществу. Ну, наверное, да. Скорее всего, я думаю, что боялись просто огласки, потому что... Ну, не знаю. Ну, в общем, главный гинеколог может и боялись, но у меня нет опыта обращения в департамент здравоохранения, будучи не мной. Поэтому, ну, надо... Ну, может быть, и действительно на все так просьбы реагируют. Может быть. И на консилиуме мне наконец-то сказали, что я абсолютно здоровая женщина. Что я могу рожать где угодно, и что он, главный гинеколог, переговорил уже с главврачом роддома по месту жительства. И главврач по месту жительства тоже не понял, почему же мне отказали. Там какая-то ошибка, в общем, врача и... На уровне главврачей решилась твоя судьба, где тебе рожать. Хотите, говорит, можете рожать у нас на Нахимовском. Ну, какой дурак не хочет рожать на Нахимовском? Конечно, все женщины... Для тебя в этот момент были открыты двери всех роддомов Москвы, Московской области. Рожать не хочу. Я говорю, хорошо. И я ушла оттуда с бумажкой, как я люблю везде их собирать, с бумажкой, с направлением на родоразрешение в центре на Нахимовском. Но случилось все немножко по-другому. Я внезапно перед беременностью схватила сэминолиоз каким-то образом, не знаю даже каким. Слушай, без приключений не могу. И меня отправили рожать в инфекционный центр. Ну, сначала меня вообще отправили туда. У меня уже было почти 40 недель, и родами вообще даже не пахло. Никакими там схватками тренировочными, о которых все пишут. Думаю, когда же оно наступит? А оно нет. И я ходила в свою женскую консультацию. Говорит, Юль, ну ты когда родишь? Я говорю, я не знаю. Ну, вот нравится там Василисе, что я могу поделать? И, конечно, сэминолиозом мне уже назначили плановое кесарево. Потому что стимулировать было бесполезно. Организм не был готов, не был настроен на роды. И там только кесарево нужно было делать. И уже заведующий отделением гинекологии в этой больнице меня прооперировал. И все так благополучно. И у нас такой бойкий, веселый ребенок Василиса сегодня на нашей площадке. Так здорово. Вот, Юль, ты такая классная. Где папа Василисы? Слушай, с папой Василисы такая история. Он говорил, что очень хочет ребенка. Это не была случайная беременность. Он очень долго за мной ухаживал. Потому что он совершенно... Долго это сколько? Месяца два. Прям добивался. Два месяца это очень долго в современных реалиях. В современных реалиях, да. Потому что это на второй день все происходит. Потому что он абсолютно не был в моем вкусе. Он прям добивался. Он отовсюду, со всех мероприятий, где я была, меня постоянно забирал. Водил меня по ресторанам. Встречал меня после отдыха с такими огромными охапками цветов. А потом я забеременею. Говорит, я хочу ребенка, хочу ребенка. И там... Вот сегодня ты точно забеременеешь. Такие тоже были слова. А потом я забеременею. И папа пропал. Да. И уехал в какую-то долгосрочную командировку. Из нее звонил. Какой интересный тип. Вы... Говорил, я вас люблю. Я в командировке. А он на... Ну, около военной структуры там работает. Звонил даже с определителем той страны, в которой он говорил, что был. И... Потом в один прекрасный день перестал звонить. И пропал. Я, честно говоря, вообще не подозревала, что что-то страшное. Я думала вдруг, что случилось страшное. Все, погиб человек. Ничего подобного. В итоге что было? В итоге, значит, я нашла его адрес по прописке. Малышка, тихонечко. Вот. И поехала туда в мае 2016 года. И узнала, что он женат. Да. И подъезжаю к его дому. А он травку там косит. Как мило. Вот. Мы такие сидим с подружкой в машине. Я, значит, уже с таким вот животом. А дам. Вот. И я даже не знаю, что сказать. Я даже, ну, не вышла сначала из машины, потому что... Ему надо понаблюдать, что будет дальше. Выходит девушка. Ну, более-менее примерно моего возраста. Потом выходит парень. Выходит его мама. Ну, они внешне очень похожи, поэтому было легко определить. Вот. И у меня картинка-то мира сложилась. Ты вышла из машины? Да, они уехали. Его жена уехала с ребенком и с мамой. Я вышла. Он перепугался. Он меня отвел от своего дома. Начал говорить о том, что он будет помогать, что он от ребенка не отказывается. И перед роддомом, перед родами целый месяц, он действительно чуть ли не каждый день звонил. Мы шуткали. Девушка нашла его там в районе Рязани и приехала. Ну, мало ли, что от нее еще можно ожидать. Ну, да, да. Вот. А вы говорите письма в департамент здравоохранения. Страшный человек, когда у меня есть цель. Вот. И потом родилась когда Василиса. Он, я говорю, переведи денег мне на карту, потому что мне врачей нужно спасибо им сказать. Вот. То он перевел денег. Василиса, садимся, сейчас вопрос будет. Васюня, давай, давай, давай. Вопрос тебе сейчас, скорее, скорее, я сейчас буду тебе вопрос задавать. Вот. Перевел небольшое количество денег. Там тысяч 10, что ли, 15, вот так вот. Ни в чем себе не отказывай, Юлечка, да? Вот. И потом пропал. Мы, я сдала квартиру, уехала к родителям. Родители, потому что у меня живут за 800 километров. И как-то, ну, помощи больше ждать было неоткуда. А там с работы начисления, которые первые полтора года. 20-23 тысячи. Но если мы вдвоем с Василисой, то может быть. Но у меня еще пес, кот, за квартиру надо платить. Ну, нет. И полтора года жили, не, не полтора, год с небольшим. Жили у родителей. И достаточно неплохо, потому что я там смогла даже сэкономить и себе пару костюмчиков пошить на будущую работу. Я, опять же, с Василисой, мамой, мне очень сильно помогала. Но потом мы вернулись. Я вот сейчас на работу. Сейчас ты тоже будешь в шоколаде. Да, Васенечка. Да, я тебя очень люблю. Василиса в губной помаде, мама в шоколаде. Вот это она сегодня поцелует. Да? Пик. Это выпуск поцелуя. Он напрягся, что мы вернулись. Непростая судьба. Ну, бывает сложнее, наверное. Сейчас не общаетесь, да? Ты знаешь, я периодически, то есть он не помогал, не помогал, не помогал, все, кормил меня завтраками. Я говорю, вот мы вернулись, как бы давай, у него то работы нет, то мало платят, то еще что-то. Ну, в этом году у меня чашка, чашка терпения, малыш, мне так больно, чашка терпения лопнула. А та семья не знает, что у него есть ребенок. Ну, чашка терпения лопнула в том направлении. Ну, в том плане, что я уже начала откровенно давить и говорить, что, ну, ты подумай, вот, нужно ли тебе сейчас портить свою жизнь, и нужно ли твоей жене узнавать о том, что ты в свое время так сильно загулял. Нет, вообще у мужчин, конечно, должна быть ответственность. Конечно, поэтому в этом году он периодами, ну, он три раза помог, так. Не по 10 тысяч. Какой прекрасный ребенок, как нужно не помогать такой красивой девочке в шоколаде. Алиса, Василиса, Василиса в шоколаде. Какие планы на жизнь? Традиционный наш вопрос. Слушай, планы... Уже понятно, что основной план. Маникюр сделать, ой, не поверишь. Но вообще жить, не могу сказать, что я строю какие-то планы. Это то, чему тебя учит, в принципе, онкология. Что какие-то долгосрочные планы, они могут быть очень сильно скорректированные. Поэтому главное жить здесь сейчас. Я бы не отказалась еще, конечно, от второго такого счастья. Вот. Конечно, хотелось бы встретиться. Хорошо, будешь сейчас вести, малыш? Чуть-чуть нам осталось. И мы тогда дадим тебе конфетку, ладно? А ну-ка расскажи, пожалуйста, мне. Ты маму любишь? Ты счастлива? А что ты еще любишь? Бабу Иру. Бабу Иру? Бабу Иру. Это кого еще любишь, да? А кого еще любишь? Деда Женю. Деда Женю. А еще кого любишь? Кто у тебя дома с тобой живет? Котика живу. Котика. А еще кого? Феника. Феникс. Собака. Вот. Конечно, хотелось бы встретить достойного мужчину, который мне подходит. Потому что я реализовалась как мама, реализовалась и продолжаю реализовываться как профессионал. Но вот как любимая женщина я никогда не ощущала вот этого. У меня не было чувства, что вот меня этот мужчина любит. У меня есть плечо, на которое я могу положиться. Потому что мужчины в основном меня воспринимали ну как любовницу больше, но не как там свою женщину, да? Не знаю, с чем это связано, но вот. Пусть случится в твоей жизни. Да, спасибо, Олечка. Ты такая классная. Спасибо. Я прям влюбилась в тебя. Давай дружить и вот поздравлюсь, познакомились. Давай. Не будем ограничиваться нашей съемочной площадкой. С удовольствием. Ты уже конфетку хочешь? Да, спасибо. Снялась, обещали конфеты. Я хочу конфетку. Хорошо. Ну что ж. Сейчас нужно будет пока-пока сказать и воздушный поцелуй всем отправить. Ну-ка, давай поцелуйчик в какую камеру? Вот в какую? Садись к маме. К маме, чтобы видно было. Садись, сейчас будем с тобой воздушный поцелуй отправлять. И нашим зрителям пока. Давай. Раз, два, три. Пока. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. У нас сегодня необычный был выпуск, потому что Юля и Василиса – это две искорки. Одна большая, другая маленькая. Ну как они похожи? Какие они классные? Надеюсь, что вы подчеркнули что-то полезное из рассказов Юли и получили огромный заряд позитива. Спасибо большое, что были с нами. Берегите себя, своих близких. Всего вам доброго. Спасибо, Юля. Спасибо, что пригласила, Валечка. Моя девочка. Спасибо.